Хоккейный клуб Брест давно потерял шансы на плей-офф. В последнем матче регулярного сезона брещане на своей площадке принимали Витебск. Победа в этом матче могла немного скрасить очередной неудачный чемпионат. Очередной регулярный чемпионат для хоккейного клуба Брест завершился домашней встречей против Витебска, который на тот момент замыкал турнирную таблицу. Оба коллектива уже давно потеряли шансы на плей-офф. Накануне последнего матча в Брестской команде официально сменился тренер. По обоюдному согласию сторон команду покинул Сергей Петухов, а пост главного тренера команды занял Роман Романенко. Однако на игру Бреста это не сильно повлияло. Брещане пропустили первую шайбу на старте четвертой минуты. При этом зубры первыми пропускают уже шестую встречу подряд. Это, скорее всего, недособленность какая-то, что выходишь, как говорится, вот-вот, сейчас войду в игру, секунды-две расслабился, и у тебя уже валяется. То есть над этим тоже надо работать, чтобы с каждого, с начала периода сразу же надо быть готовым к борьбе. Но потом, когда уже раскочегариваемся, как говорится, в игру входим, уже можно спокойно смотреть хоккей. На 13-й минуте игры Брещане счет сравняли. Шайбу забросил Владислав Янцин. Однако на старте второго периода гости вновь вышли вперед. Отыграться и завершить сезон на мажорной ноте зубры пытались в заключительном третьем периоде. Хозяева льда атаковали, старались бросать по воротам противника, но до опасных моментов дело доходило нечасто. Витебск держал оборону. В конце встречи некоторые хоккеисты порадовали Брестскую публику небольшим боем, после которого самых горячих отправили отдыхать на две минуты. А за две с половиной минуты до финальной сирены Витебск забросил третью шайбу. Плохо, чтобы проиграли. Одно хорошо хоть девятое место, как говорится, сохранили. Уже хорошо. Ну, конечно, тяжело играть, когда уже все известно. Пацанов очень тяжело. Мотивирует человек, что надо, надо, надо. Все уже вылезти известно. Ну что, будем работать, чтобы, когда даже не надо, уже все решено, но надо играть до последнего. Мы профессиональная команда, надо исполнять свои обязанности. Ну, в принципе, все. Болельщикам спасибо. Закончили сезон. Спасибо, что ходили. Победа над Брестом позволила Медведям уйти с последней строчки в чемпионате. Брещане от зоны плей-офф отстали на внушительное расстояние – 18 очков. Гораздо ближе оказалось последнее место в чемпионате. До него – 7 очков. Итогом, конечно, недоволен, потому что все-таки надо было за восьмерку цепляться. Но, увы, не умеем мы чуть-чуть забивать. Если бы мы сколько моментов используем, забивали, мы бы восьмерку могли. Нелегко, но, по крайней мере, борьба была бы такая, что решалась бы до последней игры. Ну а так, девятое место, как говорится, хоть не скатились в самый низ турнира таблицы. Ну а так, что? Девятое место, хоть и последнее уже хорошо. Ну а так, будем работать. Надо работать, работать и очень сильно над глиевым моментами, чтобы было побольше взятий ворот. Брестская команда отметилась еще в одной номинации. Меньше всех забросили по итогам сезона. За 42 проведенных матча Зубры в чужие ворота послали 92 шайбы. Ну, мы что нападающие не умеют забивать. Моменты создаем, а забить не можем. Пустые ворота, то мимо шайбы, то еще что-то. Ну, надо над этим работать. На этом сезон для Бреста закончен, а в экстралиге тем временем начались игры плей-офф, куда пробились 8 лучших команд.